В этом выпуске мы будем использовать огромное количество инсайдерской информации. Она не всегда окончательно проверена. В определенных случаях мы доверяем источникам полностью. Иногда приходится перепроверять, иногда приходится рискнуть ввиду того, что нет времени на проверку. Во первых строках нашего выпуска я, наверное, буду говорить о самом ярком из того, что нам прислали на этой неделе. Я пока еще не уточнял в геологическом фонде достоверность этой информации, но, как говорится, жареный пирожок. Нам прислали скан таблицы, в которой указывается факт того, что 8 августа 2019 года некая АО-сырьевая компания из города Ишимбая, зарегистрированная в карьере Шахтау-1, получила лицензию на геологическую разработку и добычу полезных ископаемых Куштау, месторождение Куштау, республика Башкортостан и Шимбайский район. Судя по этой таблице, она, конечно, выглядит очень достоверно. Лицензия выдана на 20 лет. Тут указывается и фамилия специалистов, и дата, и прочий номер лицензии 02472. Безусловно, мы проверим эту информацию, но если вот это действительно достоверно, то перед нами факт того, что по-тихому, секретно, до выборов, господин Хабиров сдал гору Куштау в разработку акционерного общества «Сырьевая компания». Несмотря на то, что звучала масса утверждений о том, что Хабиров плоть от плоти башкирской земли никогда не отдаст святыни башкирского народа в разработку злобным капиталистам, однако нет, случилась вот такая история. Я повторюсь, надо, конечно, эту информацию проверить, но каждый желающий может посмотреть Российский федеральный геологический фонд, сайт, запись от 8 августа 2019 года, лицензия номер 02472. Если эта информация подтвердится, конечно, вот этот факт будет, наверное, основополагающим на ближайшее время для того, чтобы давать оценки искренности, правдивости, патриотичности и многим-многим другим параметрам, которые были заявлены господином Хабировым. И если подтвердится факт того, что лицензия на разработку Куштау была втихую перед выборами выдана, и об этом никто не говорил, конечно, оценки нашего нового лидера могут несколько измениться. Безусловно, главным событием прошедшей недели было вовсе не празднование Дня Республики, которое случилось у нас 11 октября, а техногенная катастрофа, произошедшая в Благовещенске на УАО Полиев. В наше распоряжение попала оперативная сводка, которая зафиксировала события того дня. Я постараюсь совместить цитаты из этой сводки с оценкой ситуации и событий, которые происходили 9 октября. Начнем с самого начала. В 20 часов 12 минут по местному времени 9 октября на пульт единой диспетчерской службы МЧС поступило сообщение о том, что произошло обрушение стены аварийного резервуара промышленных стоков на УАО Полиев объемом 20 тысяч кубических метров. Первым к месту аварии выехали представители УАО «Защита». Судя по всему, это какая-то коммерческая служба, которая обеспечивает безопасность предприятия Полиев. Начальник караула Буланов Вячеслав Юрьевич. Далее через одну минуту выехала группа оперативного реагирования пожарной спасательной части ФГКУ 22-й отряд ФПС ПРБ, начальник ПСЧ-70 Музафаров Бахтер Бахреддинович. Еще через 2 минуты к месту выехала группа ФГКУ 22 ОФПС ПРБ, что бы это ни значило, видимо, тоже какая-то спасательная служба. Старший помощник начальника дежурной смены по республике Башкортостан, капитан внутренней службы Каюмов Тимур Владиславович. Еще через 3 минуты, в 20 часов 24 минуты, к месту выехал главный старший специалист отдела организации оперативной службы ФГКУ, капитан внутренней службы Семенов Михаил Владимирович. Вся вот эта компания по прибытии установила, что в результате обвала стены накопителя аварийного резервуара, так называемого, в 20 тысяч кубических метров, произошел разлив промышленных стоков общим объемом 8 тысяч тонн. Как это было установлено на месте, мне неизвестно, но, тем не менее, называется цифра 8 тысяч тонн. Продукт может попасть в реку Казмышла, по заключению прибывших на место спасателей и специалистов, которые, в свою очередь, эта река впадает в реку Изяк, которая, в свою очередь, попадает в реку Белую. Уже в 20 часов 30 минут к месту аварии выехал заместитель начальника главного управления МЧС по республике Башкортостан, полковник внутренней службы Барзайкин Виталий Викторович. Была обследована территория и сделан вывод о том, что населенные пункты и предприятия не попадают в зону возможного воздействия поражающих факторов вещества, которое в количестве 8 тысяч тонн было пролито из этого аварийного накопителя, но, тем не менее, были подготовлены два пункта аварийной и экстренной эвакуации населения. Завершился этот вечер тем, что к месту аварии выехал начальник главного управления МЧС республики Башкортостан генерал-майор внутренней службы Латыпов Марат Раисович. А дальше случилось странное. Судя по тому, в каком количестве вот эти спасательные специальные отряды практически мгновенно выехали на место заявленной аварии, ситуация была более чем серьезная. Судя по тому, что разлив отходов, опасных отходов, произошел в количестве 8 тысяч тонн, это тоже ситуация серьезная. Однако дальше последовало что-то очень уж несерьезное. После того, как вот это огромное количество спасателей и специалистов начали работать на месте, оценивать ситуацию, в информационное пространство ночью, практически под утро, поступило сообщение через блогера Кобзона, который сообщил, что вы тут спите, а у нас вода в республике все чище и чище становится. И опубликовал какую-то подслеповатую справочку, значит, какие-то анализы, крио сфотографированные, что в Багдаде все спокойно. Злые языки шутили, что несколько секунд вместо этого поста в ленте блогера Кобзона висели какие-то анализы мочи или крови, которые он с просонья опубликовал, когда услышал команду опубликовать анализы. Но я, честно говоря, не видел сам этой ошибочной информации, утверждать не стану. Тот факт, что посреди ночи разбудили блогера Кобзона и дали ему задание опубликовать анализ воды, который безупречен и абсолютно чист, говорит о том, что вот эта информационная конструкция в отношении катастрофы и аварии в Благовещенском полиэфе выстрелена на принципах упреждения. Мы заранее будем сейчас опровергать то, что произошло. Как можно сопоставить абсолютную тишину и необсуждение в информационных источниках вот этой аварии и то количество специалистов, спасателей и всевозможных отрядов, которые мгновенно выехали на место для работы на этом предприятии? Как можно объяснить отсутствие комментариев и отсутствие разъяснений ситуации на фоне того, что из Уфы была переброшена техника в Благовещенск, о том, что был создан постоянно действующий оперативный штаб в Уфе, в Благовещенске и так далее? В общем, конечно, уфимцы, люди привычные к тому, что доверять властям в части экологической информации нельзя совсем. Еще со времен фенольной катастрофы, когда, как и вот до этого в Чернобыле, сначала шло сплошное вранье, а люди тем временем травились водой, а потом начали неохотно потихонечку сознаваться в том, что случилось что-то страшное, так и здесь. Возможно, что действительно ничего не попало в реку. Возможно, что 8 тысяч тонн отравляющих веществ это не так уж и много и ничего страшного. Но в отсутствие комментариев об этом по городу ползут слухи, множатся всевозможные толкования. В Благовещенске люди видят то количество сил и оперативных служб, которые подключены к оценке и решению этой проблемы. В общем, вот это вот несоответствие реальности и информационной повестки, конечно, очень сильно настораживает. Кроме всего прочего, конечно, настораживает и вообще ситуация с ПЛИФом. Что происходит на предприятии, совершенно непонятно. Почему то трубы какие-то незарегистрированные обнаруживаются, по которым текут отравляющие стоки, то там что-то перелило, перехлестнуло в каких-то там емкостях талыми водами или дождевыми водами, то обрушилась стенка хранилища опасных отходов объемом 20 тысяч тонн. В общем, судя по всему, на предприятии есть какие-то проблемы с этой инфраструктурой, но судя по тому, что обрушаются стенки хранилищ. На мой взгляд, необходим какой-то независимый аудит предприятия, потому что, вот именно на этот предмет, потому что предприятие производит и в качестве отходов производит опасные вещи, которые могут, ну, на самом деле, навредить миллионному городу. Еще один сюжет, основанный на неком инсайде, касается Министерства здравоохранения. На прошлом заседании правительства, которое было вот таким вот победным, годовщине дорогого Радио Фаритовича, мы обратили внимание на заявление господина Забелина о том, что у него феноменальным образом снизилось количество обращений, жалоб по поводу здравоохранения. Там что-то 30 или 33% у него падения. В общем, все здорово, народ счастливый, пляшет и ликует. Однако, буквально через день-два после этого в наше распоряжение попала сводная информация по Минздраву, подготовленная никем иным, как руководителем пресс-службы Министерства здравоохранения Светланы Кускарбековой. И это, судя по всему, традиционная еженедельная сводка. Она датирована 30 сентября-6 октября. Так вот, в этой сводке констатируется не просто всплеск этих обращений, а практически утроение количества обращений относительно предыдущего периода. Судя по всему, министр Забелин, господин Саврамши на предыдущей оперативке, ему так хотелось сделать приятное своему начальству, что пришлось так нещадно врать. Вот на слайде номер два этой сводной информации четко отчетливо видно, что по отношению к предыдущему периоду, который замеряла госпожа Кускарбекова, количество обращений и жалоб выросло буквально в три раза. Ну, также на третьем слайде этой сводной информации видна некая структура этих обращений, из которой понятно, что, например, 22% этих обращений это конкретно обращения о недоступности медицинской помощи. Еще примерно четверть – это кадровые вопросы, о которых господин Забелин так тщательно промолчал. Ну, в общем, вот эта статистика, вот эти данные, вот эти слайды очень четко иллюстрируют то, что на предыдущей оперативке Максим Васильевич Забелин то ли нагло врал в лицо Радио Хабирову, то ли делал своему начальству приятное. Победные тезисы Забелина на прошлой неделе были опровергнуты федеральными информационными источниками. В частности, в широкое медийное пространство вышел ролик про Чекмагушевскую районную больницу, какой-то совершенно кошмарный абсолютно ролик с обсыпавшимися стенами и зеленой масляной краской. Это, конечно, тоже несколько противоречило той пасторальной картинке, которую нам рисовал господин Забелин на оперативном совещании правительства. Напомню, что на прошедшем оперативном совещании правительства Радио Хабиров разгромил систему школьного питания в Башкортостане и дал недельный срок на исправление ситуации с школьным питанием в районах и городах республики. Ну, как обычно, конечно, штурмовщина. Неделя – это, безусловно, невозможный срок, но, судя по всему, нужна красота отчета. Так вот, вместо красоты отчета на прошедшую неделю после оперативного совещания интернет наполнился всевозможными картинками и фоточками ужасной еды, которой кормят детей в школах и детских садах республики Башкортостан, я не уверен, что каждая из этих картинок достоверна и правдива. Самым ярким примером может являться картинка, которая якобы сфотографирована, и еда эта якобы была на столах школьников Уфимского района. Картинка, конечно, совершенно апокалиптическая. Это жестяная миска, жидкая водянистая ячиневая каша и прозрачный кусочек колбасы, очевидно, сделанные не из мяса. Не берусь утверждать, что это достоверная фотография из школы Уфимского района, но, тем не менее, количество этих фотографий и интенсивность обсуждения всего вот этого говорит о том, что в области питания в школах и детских садах все очень плохо, что люди вполне себе верят в эти ужасные картинки, а значит, они близки к достоверности, к истине. Но посмотрим, насколько через неделю Хабиров сможет справиться, а господина Угарова с его прозрачной сечкой и колбаской, конечно, неплохо было бы проверить. На прошедшей неделе в городе случилась неприятная история с антивандальными умными остановками, которыми начали оснащать центральные магистрали города. В непосредственной близости, в 50 метрах от здания Федеральной службы безопасности и в 300 метрах от головного офиса МВДРБ, вандалы разгромили антивандальную остановку на остановке гостиницы «Башкортостан». Напомню, что эти чудесные павильончики обошлись казне города ни много ни мало в 850 тысяч рублей. Жители города, конечно, слегка возмутились подобной стоимости вот этих вот странных стеклянных сооружений, которые оказались очень слабенькими. Хулиганы разгромили вот эти стеклянные павильоны буквально в одно мгновение. Они стоят исписанными и разбитыми и довольно печально выглядят теперь в центре города. Много вопросов, конечно, к мэрии по поводу вот этих вот остановок. Кто и как оценил надежность этих конструкций, как они работают, нужны ли они горожанам, я не знаю. Мне представляется, что установка этих павильонов была все-таки неким таким поспешным действием в попытке показать, как похорошела столица «Башкортостана» при Ульфате Мустафине и Радии Хабирове. Пожалуй, надо бы переоценить заново необходимость и целесообразность подобных больших, крупных затрат казны города на вот эти вот замечательные красивые стеклянные штучки. Судя по всему, кто-то не очень компетентный принимал решение по установке именно этих конструкций. Выглядят они, конечно, не на 850 тысяч. В общем, конечно, с этой историей надо разбираться. И хотелось бы, чтобы виновные хоть какую-нибудь ответственность понесли за подобное решение в бюджете столицы республики. Ну, а поимка злодеев, которые разгромили эти стеклянные домики, наверное, дело рук уже правоохранительных органов. Стоит отметить, что лично Хабиров отреагировал на это безобразное событие. Он сказал, что он не отступится, что он все равно оснастит всю республику вот этими стеклянными домиками. Злодеи будут пойманы и наказаны. Радий Хабиров в своей обычной манере заявил о том, что он приучит людей к красоте и прогрессу. Ну, посмотрим, насколько у него это получится. Как я уже писал на прошедшей неделе в соцсетях, мы посетили по приглашению Эльзы Маулимшиной, члена СПЧРБ, вот эти ужасные казармы на Карла Маркса. По адресу Карла Маркса 55-1 находится странное здание, здание, которому 189 лет, которое историческое и которое защищается всевозможными государственными структурами, но в нем, в этом здании живут люди. По данным нового собственника этого здания, ГУП управления административными зданиями, в этом сооружении, в этой казарме проживает 87 взрослых и 21 несовершеннолетний. На кадрах видно, в каких условиях люди живут, это абсолютно нечеловеческие условия. В аварийном состоянии, в предпожарном состоянии находится электропроводка. Жильцы опасаются, что если им включат отопление, а отопление им до сих пор не включили, то трубы не выдержат и случится катастрофа уже с горячими потоками воды. Лучше, наверное, чем кадры ничто не иллюстрируют ситуацию с этим домом, с позволения сказать. И вот то собрание, которое случилось в этих казармах в минувшую среду, оно было представлено и членами СПЧ, так вот это собрание как раз вполне было достаточно для принятия решения, по крайней мере для того, чтобы наметить пути решения. Какова ситуация сейчас с этим зданием? Давным-давно и практически несколько десятилетий эта казарма принадлежала Министерству обороны, и там Министерство обороны селило своих сотрудников, которые работали на вертолетной площадке вот этой военной части, которая расформирована теперь уже Затонской и так далее, и так далее. Сотрудники жили там фактически на птичьих правах, однако, как ни странно, семерым из них удалось приватизировать даже эти помещения, у них есть на руках документы о собственности. Остальные живут там на птичьих правах по договору социального найма, который уже сейчас заключен с бывшим собственником этого здания, с некой управляющей компанией «Славянка», которая уже теперь не управляет этим зданием. Эта «Славянка» входила в структуру Министерства обороны, которой руководила та самая мадам Васильева, заместитель того самого господина Сердюкова. Теперь здание передано в собственность ГУП УАЗ. ГУП УАЗ уже, судя по тем документам, которые нам предоставили сотрудники ГУП УАЗ, уже имеет на руках заключение о аварийности этого здания, а значит, жильцов нужно срочным образом расселять. Жить в этом здании нельзя по многим-многим параметрам. Куда и как будут расселять этих жильцов, совершенно непонятно. Что делать с теми семерыми счастливчиками, которые являются собственниками части этой казармы, тоже непонятно. Как нам пояснили сотрудники ГУП УАЗ, здание было передано им в собственность без жильцов. Как такое могло случиться, непонятно. В общем, конечно, ситуация запутанная. Мне очень интересно, насколько СПЧ, наша вновь созданная организованная структура, сможет защитить права несчастных жителей вот этой казармы по адресу Карла Маркса 55 дробь 1. Будем внимательно наблюдать за этой ситуацией, посмотрим, переживет ли это здание грядущую зиму, будет ли включено там отопление и будут ли предприняты хоть какие-то усилия по расселению этого жуткого местожительства. На минувшей неделе в медийном пространстве республики разразился скандал. Руфа Рахимова, собственник издания «Про Уфу и Бонус», подала иск в суд о защите чести и достоинства в отношении господина Мурзагулова, руководителя Башинформа и члена Общественной палаты Российской Федерации. Речь идет о том, что он обвинял Руфу Рахимову в вымогательстве каких-то денег и говорил в эфире радио «Эхо Москвы» о том, что она ему принесла какой-то счет, якобы для того, чтобы у них была дружба. А Руфа заявляет о том, что на самом деле это был не счет, а просьба помочь детям через благотворительный фонд «Изгилек» или как-то иначе. И просьба эта была адресована Хабирову, а в общем-то и не Мурзагулову. Кроме всего прочего, на прошлой неделе в эфире радио «Эхо Москвы» выступил главный редактор издания «Про Уфу» Рамиль Рахматов, который открыто обвинил Мурзагулова в давлении на средства массовой информации Башкирии. Он обвинил Мурзагулова в том, что Мурзагулов незаконным образом получает сведения Следственного комитета о ходе расследования всевозможных событий и уголовных дел. Куратор всей информационной политики в Башкирии Растислав Мурзагулов на 27-й минуты заявил, что изучал материалы некого уголовного дела, находящего в производстве СОСУ-СК в советском районе Уфы. И цитируем, когда раздали по 60 тысяч рублей некоторым журналистам, в том числе и тем, кто у вас тут регулярно бывает, это все доказано, это все известно, все опубликовано, свидетельские показания. Я читал материалы СК, мне показывали. То есть приходит человек, дает 60 тысяч рублей и говорит, вот тебе текст про Минлесхоз. Типа они тут украли, а тут не досмотрели. Оказывается, что вообще не их сфера ответственности, это Минприроды. И бедный наш министр Шарафудинов бегал и кричал, как так, что происходит. Но они подали во все суды, поймали всех посредников, которые деньги раздавали. Но посредники начали говорить, что проверяли, как работает свободная пресса. Их на этом вроде простили, потому что они написали явки с повинной. На самом деле этот факт отвратительный. Руслан, это было? Было. В связи с этим... Такой вопрос никуда, Руслан, это было бы. Ну, окей. Это действительно было в нашем эфире. Это что сейчас зачитывал? А я зачитал сейчас цитату из нашего редакционного запроса на имя руководителя следственного управления, господина Чернятьева. Ну, соответственно, мы задаем вопрос, откуда у господина Мурзагула материалы следствия, почему материалы следствия раздаются посторонним людям, не имеющих отношения к нему лицам. Ответ поступил на прошлую неделю. В связи с поступившим запросом сообщают, что разглашение сведений о каком-то расследовании уголовного дела противоречит положению статьи 161 УПК РФ. Кроме того, сообщают, что факт ознакомления Мурзагулова РФ с материалом уголовного дела, о котором идет речь, приложенных в запрос в ссылках сотрудниками следственного управления СК России ПРБ Башкорстан, не нашел своего подтверждения. Та-дам! Что мы имеем? Кто-то из них врет? Вот именно. Кто врет? Это врет мне сейчас следственное управление, которое слило документы через того же господина Касьянова? Или врет все-таки уважаемый Ростислав Равкатович, который у вас есть на эфире? Я склонен к второму варианту. Целый букет обвинений был выдвинут в адрес Ростислава Равкатовича. Мурзагулов не замедлил ответить, дав развернутый комментарий Эхо Москвы по этому поводу. Во-первых, в строках этого комментария он заявил о том, что ему абсолютно все равно, он не боится иска Руфы Рахимовой. С другой стороны, в этом же комментарии Мурзагулов длинно и путанно начал извиняться, оговариваться, предполагать и всякое прочее. Ощущалось, что он, конечно, очень напуган этой историей. Я думаю, что пора бы уже действительно господина Мурзагулову призвать к ответу по многим фактам. Один из моментов, который я бы отметил в этой истории, это то, что Рамиль Рахматов в своем выступлении на Эхе Москвы упомянул одним из исполнителей вот этих вот грязных историй Мурзагулова, Бориса Мелкоедова, в частности, он упомянул его как некого организатора вот этого уголовного преследования в Следственном комитете в адрес Рахматова, меня и Андрея Иванова. Если это так, если действительно Борис Мелкоедов является организатором вот этой истории, пускай даже по указке Мурзагулова, то, конечно, это несколько меняет мое представление о Борисе Николаевиче. Я уже говорил о том, что я отношусь к нему с теплотой и вполне себе лояльно, однако, если эта история получит подтверждение, то тогда, Борис Николаевич, не обижайся, придется, наверное, всерьез поговорить и о поставках бумаги в региональные издания, и о многих других, и о всех ваших пилорамах и так далее, и так далее. Конечно, не хотелось бы менять мнение о человеке, но заявление Рахматов сделал, видимо, у него есть некие основания для этого всего. И, повторюсь, пора немножко привести в чувство господина Мурзагулова, который в последнее время, конечно, распоясался окончательно. Многие недоумевают, почему настолько Хабиров позволяет ему это делать. Многие недоумевают от того, что войны, которые разжигают, специально раздувают и организовывают Мурзагулов, в конечном итоге наносят ущерб и самому Хабирову. Тут я полностью согласен с позицией РУФы в том, что вот эти вот искусственные войнушки и вот эти вот конфликты, которые на пустом месте создает Мурзагулов только для того, чтобы доказывать свою значимость и нужность начальству, они вредят и республике в целом, и информационному пространству, и конкретным людям. Давно с этим пора покончить, но, судя по всему, с этим нельзя покончить до тех пор, пока у нас вообще в этой конструкции, в этой системе будет существовать сам господин Мурзагулов. Судя по всему, Хабиров начинает потихоньку понимать всю пагубность вот этой ситуации, пока он еще не принимает никаких решений, но, видимо, вот этот вот эффект накопления уже начался. Будем надеяться, что хватит Хабирову разума и смелости избавиться от этого своего как будто бы помощника. Бытует мнение, что Хабиров в какой-то степени зависим от Мурзагула, что у Мурзагула есть какой-то компромат на Хабирова. Я не до конца разделяю этой версии, хотя, конечно, чего только не бывает в этой красногорской команде. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА